ДТП 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 на северо-востоке Москвы На Енисейской улице произошло ДТП Велокурьер ехал по проезжей части и по диагонали потоку поехал в сторону тротуара На середине дороги его сбил автомобиль Hyundai Водитель автомобиля пытался избежать наезда и вывернул руль вправо, но избежать аварии не смог Велосипедист был сбит, а автомобиль угодил в столб В результате ДТП пострадал велосипедист, его увезли в больницу в тяжелом состоянии На месте аварии работают сотрудники полиции ДТП Что угодно? Известите Насчет перемещаться полноточники А в этом пляже В микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово видеорегистратор запечатлел момент ДТП двух автомобилей. Столкнулись и на марке Volkswagen и Kia. Последний при выезде на главную дорогу не уступил дорогу второму участнику. В результате ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили серьезные повреждения. Рубрика Раритеты. Московская область. Русский район. Трактор Кировец. В 1961 году для технического переоснащения сельского хозяйства государства советские конструкторы разработали проект первого советского колесного трактора. Производство новой машины, получившей именное название Кировец, было организовано на Кировском заводе в Ленинграде. Первый трактор покинул сборочный цех и вышел на поля страны 13 июля 1962 года. Массовое серийное производство К-700 было развернуто в 1969 году. 25 марта 1985 года был выпущен 300-тысячный трактор Кировец. Видя большую востребованность в других отраслях народного хозяйства, Кировский завод с 1990 года приступил к выпуску различной техники на базе трактора Кировец. Это была дорожно-строительная и специальная техника. Многолетний опыт эксплуатации машины в различных условиях и климатических зонах показал высокую надежность работы, простоту и удобство обслуживания, ремонтопригодность и длительный срок службы. 1 февраля 2002 года Петербургский тракторный завод прекратил выпуск тракторов Кировец. Их снятие было обусловлено тем, что данные тракторы морально устарели и их кабины не соответствовали нормам безопасности. В условиях крайне значительных неровностей дорожного покрытия было возможно опрокидывание машины. Выступающий вперед двигатель ухудшал проходимость в экстремальных условиях. Продолжение следует...